Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Сегодня мы с вами снова отправляемся в магазин Юникло. Давно мы там не были, и я хотела посмотреть, что там вышло на распродажу, что привезли нового. Знаете, сейчас такое время, какое-то межсезонье. Ну, вернее, как. В принципе, для нормальных людей до сих пор еще лето. Собственно говоря, самое начало. Начало июля – это самый разгар лета. Но для магазинов, а я как человек, когда-то работавший в магазине, знаю, что июль месяц – это уже конец лета для торговли и начало осени. Потому что обычно к августу, в принципе, уже все-все-все летнее выходит на распродажу, и начинают появляться вещи осенние и зимние. Ну, в основном более осенние, конечно. Что в Юникло? В Юникло очень много футболок, в разных всяких. В основном такие, знаете, типа майки-алкоголички. И они всякие-всякие разных цветов. Что-то там на распродаже, что-то нет. Много вот вещей, которые мы уже с вами видели. Или особо нового-то я, в общем-то, ничего и не нашла. Но, как ни странно, на распродаже тоже особо ничего нет. Но вот эти вот все платья, мы все их с вами примеряли, рассматривали, трогали, щупали. И новых платьев не появилось. Вот за исключением, пожалуй, вот этих. Это такие платья с трикотажным верхом и юбкой из хлопка. Мне кажется, что я его не примеряла. Хотя, если честно, я не помню. Они есть в двух цветах. Есть вот таком вот темно-бежевом и черном. А вот это вот все, вот это все мы уже видели. Все это мы уже мерили. Вот это в клетку мы тоже примеряли. Единственное, что вышло на распродажу, это вот эти вот сарафаны, которые мы тоже с вами примеряли. И они сейчас по 50 долларов. Ну, дорого. Дорого-дорого. И вот эти вот платья по 40 долларов тоже мы их тоже примеряли. Мы их видели, держали в руках. И стоят они сейчас по 40. Так что, в общем-то, не очень дешево. Вот эти платья тоже вышли на распродажу. Мы с вами примеряли их. Какой расцветки, не помню. По-моему, черная вот эта вот. И были они по 60, сейчас по 50. Скидка совсем небольшая. Ну, просто совсем небольшая. И, как вы видите, в магазине их совсем мало. То есть, несмотря на то, что цена, в общем, не очень-то уж совсем штука прям бюджетная, в принципе, их раскупили. Вот это я нашла платье, которое я раньше не видела. Рассмотревши поближе, я поняла, что это платье от Инессы. Я в магазине его не видела. Хотя хожу я в Юникло довольно часто. Каждый раз снимаю. Вы видите, что я раз в неделю, в две, в три хожу в Юникло. Поснимать, посмотреть, что ново. Я вообще хочу сказать, что, может быть, онлайн были какие-то коллабы. Я не видела ни одной коллаборации вот за то время, что я практически за весной и за лето. Вот это вот единственное, новые, по-моему, брюки тоже. По 40 долларов. Они из хлопка. Напоминают немножко пижамные вот эти полоски какие-то такие. Как будто бы такая, знаете, старая пижама. Верх на резинке. Я думаю, что они удобные. Тоже, может быть, стоит их померить. Но ничего такого особенного у них нет. В двух цветах они синие в белую полоску и такие бежево-светло-песочные в темную полоску. Рубашки, рубашки. Бесконечные рубашки в Юникло. Кстати, вот, наверное, рубашки тоже, по-моему, все раскупили. Помните, я примеряла рубашку-лигнатку. Красивого сиреневого цвета. Я что-то не видела их в магазине. Может, я просто не заметила. Но, по-моему, их все разобрали. И, по-моему, на распродажу они даже не вышли. А это рубашки в полоску из хлопка. Не вижу, за какую цену. Но я надеюсь, что вы видите. Я думаю, что они тоже долларов по 40, по 50. Много спортивной одежды. Вообще, Юникло как-то не балует нас разнообразием. Вот я начала говорить о том, что нашла платье Инесс Делла Фризанш из коллаборации, видимо, кто-то заказал онлайн и принес его сдавать. И оно поэтому висит в магазине. Хотя, честно говоря, я не уверена, что в Юникло можно сдавать вещи, заказанные онлайн. Ну, неважно. В общем, оно было одно. Видимо, кто-то сдал все-таки. И я подумала, что я не видела их вообще в продаже. То есть, как ни странно, в магазин перестали поступать вот эти вот вещи, коллаборации красивые, которые мы все с интересом, с удовольствием рассматривали. Они все сейчас только онлайн. Может быть, это только в этом магазине. У нас мало магазинов Юникло. На все большое Торонто, по-моему, два или три магазина. В общем, как-то так. Этот магазин находится в пригороде Торонто, не совсем в самом Торонто, но в довольно большом шоппинг-центре. И он небольшой, и выбор здесь не очень большой, может быть, поэтому. Но как-то раньше было много коллабораций, было много красивой одежды, а сейчас как-то вот не очень. И вот то, о чем я вам говорила. Сюрприз-сюрприз. Осенние вещи появились вот совсем тонкие, но все-таки ветровки. Хотя, вы знаете, в принципе, я вам хочу сказать, что они и на лето бы неплохо сгодились. Вот у нас бывают иногда такие сильные дожди летом, и не очень-то уже жарко. В принципе, такая вещь нужна и летом. Такая куртка, но их не было летом, они появились сейчас. Значит, из чего я делаю вывод, что это уже как бы коллекция на осень начинает поступать. Мне что в них понравилось? Мне в них понравилась расцветка. Очень яркие цвета. Зеленый, сиреневый, оранжевый. Просто супер класс. И вот такие вот жилеты. Это тоже как бы не зимняя еще одежда. Это такая вот на осень. Такая чуть-чуть для утепления. Для легкого утепления. Стеганные жилеты. Сделаны они из... У них наполнитель не пух, а синтетика синтепон. И вот они тоже есть в нескольких цветах. Очень таких базовых, обычных цветах. Таких же, в которых обычно продаются вот куртки в Uniqlo. И вот, кстати, и куртки такие же. Вот есть жилеты, а есть вот такие тоненькие курточки. Вот это уже начало как бы осени. Очень грустно, конечно. Совсем не хочется. Мы еще не насладились летом сарафанами и платьями. Легкими платьями и ситься, как в той песне. Но, видите, вот Uniqlo уже решила, что пора уже вот нас готовить к осени. Эти тоже курточки совсем тоненькие. Можно сказать, что они летние на холодное лето. Хотя я должна сказать, что... Вот вы думаете, что в Канаде прям холода-холода летом. А я вам хочу сказать, что летом у нас довольно жарко. У нас очень холодно зимой и довольно жарко летом. У нас вообще кондиционер очень часто работает практически все лето. и холодных прям холодов летом, чтобы куртку носить. У нас такое бывает очень редко. Ну вот, во всяком случае, в провинции Онтарио, там, где я живу. Очень много пижам. Я хочу сказать, что Uniqlo вообще отличается тем, что когда у них вот в межсезонье и ничего нового не поступает в магазин, они весь магазин завешивают пижамами. Ну и что я вам хочу сказать. Пижамы – это вещь нужная. Как бы... Ну, не все пользуются. Честно говоря, я знаю очень много девочек, которые не спят в пижамах. И не носят их дома пижамы. Но Uniqlo вот завален пижамами разными. Красивые расцветки. Реально красивых расцветок. И они такие тонкие. Это такие летние, в общем-то, еще пижамы. Или даже осенние. Но потом, к концу лета, в начале осени, Uniqlo заваливается теплыми пижамами. Такими зимними. А сейчас это такие, знаете, летние, летние-осенние пижамы. Не дешевые они. Вот они на селе за 50 долларов. Это уже они как бы на распродаже. Uniqlo вообще перестал быть таким, прям уж очень таким, прям супер бюджетным магазином, которым он был раньше. И распродажи у них не сильно такие хорошие. Хотя я вам хочу сказать, что все, что выходит на распродажу у нас в Uniqlo, нас очень быстро раскупают на веб-сайте. В общем, популярен Uniqlo среди канадцев. Вот это, кстати, пижамки летние. Видите, у них шортики и рубашки с коротким рукавом. Очень удобно, потому что вот прямо есть картинка, на которой изображено, что тут в этой пижаме. Потому что, видите, она так сложная, запакована. Не всегда это понятно. Они некоторые сделаны из хлопка, некоторые синтетические, разные, всякие. И вот мы возвращаемся к курткам. Я какой-то сделала круг такой странный, знаете, от курток к пижамам и снова к курткам. Ну, так у меня получилось. Так пролег мой маршрут по Uniqlo. Это куртки по 110 долларов. Я пытаюсь понять, или они с пуховым наполнителем, или с синтетикой. Судя по цене, я думаю, что это пуховые уже курточки тоненькие. Самое-самое начало, самые первые появились куртки. Да, вот здесь написано, что они, это легкий, ультралегкий даун. Это как бы означает, что очень тонкий, очень легкий наполнитель из пуха и пера. Не синтетика. И стоят они 110 долларов. Вот есть такие же жилеты из, тоже с наполнителем из пуха. Видите, и пера. Вот здесь написано. Это не синтетика. Вот, ну и на распродаже я нашла вот такие вот по 20 долларов спортивные, в общем-то, это лифчики. С чашками встроенными. Но, вы знаете, я вам хочу сказать, что в последнее время они уж не такие спортивные. В принципе, такие вещи носят уже как полноценную одежду. Вообще не спортивные. Вот такие вот короткие лифчики. Носки на распродаже за 10 долларов 3 пары носок. Я никогда не покупала носки в Uniqlo. Не знаю их качества, не знаю, что к чему и как. Если вы покупали, напишите мне, расскажите мне, стоит ли их брать, покупать. 10 долларов за 3 пары. Ну, это получается 3 доллара, там, 7-то за пару носок. Ну, так, я не могу слышать, что это прям дешево, ну, недорого. Я не знаю, честно говоря, не покупала в Uniqlo и не знаю, какого они качества. Домашние тапочки, конечно же, если там, где пижамы, там и домашние тапки. Причем это тапки уже, в общем-то, зимние. Такие большие они, я не знаю, это вроде женские. Вроде я в женском отделе, а выглядят как будто мужские. Но расцветочки женские, видите, такие яркие, оранжевые. Хотя вот есть такие вот бежевые, коричневые, черные. Я думаю, что это Unisex. И вот такие вот летние тапочки тоже. Мягенькие, махровые, на селе за 10 долларов. Такие типа вьетнамки, но из такой махрушки сделаны. Очень приятные, очень удобные. Как всегда, конечно, моего размера нету. У меня пятый размер ноги, поэтому мне очень трудно купить обувь. Все мне велико и никогда нет моего размера. И снова вот какая-то вот такая пижамная тема. Видите, они на распродаже. Причем вот эти за 20 долларов рядом висят брюки за 10 долларов. Я не очень поняла, почему такая разница в цене. Кстати, расцветочка под маримека. Видите, такие цветочки сделаны. Но расцветочки симпатичные вот этих штанов. Это не пижамы. Это просто такие тонкие летние брюки, которые можно носить дома, на улице, спать в них, что хотите. Картошку копать, помидоры сажать, что хотите, можно делать. Можно в них ходить на пляж и в магазины, в общем, куда угодно. Они как бы немножко более все-таки домашние, но не обязательно, не 100%. То есть, в принципе, их можно носить. Зависит от цвета, расцветки. Вот видите, эти такие веселенькие, желтенькие. Понравился мне цвет. Прям такой летний-летний, прям такой яркий, как будто солнечный лучик. Я сбилась с мыслей и забыла, о чем я говорила. Там, где тапки, там пижамы, где пижамы, там и тапки. Да, про цены я хотела сказать, что вот очень похожий, одинаковый состав. Брюки вот там по 20, здесь по 10. Я не очень поняла, в чем между ними разница. То есть, также спортивные, вот я показывала брюки, которые до этого, спортивные штаны такие. Одни на селе за 30 долларов, другие за 20. В общем, совершенно на вид одинаковый, совершенно непонятно, что к чему. И какие из них дороже, дешевле, почему они так по-разному уценены. Красивые расцветки таких брючек. В общем-то, довольно симпатичные. Вот, кстати, это всегда в Uniqlo. Очень красивые вот такие вот брюки. Ну и все, девочки, на сегодня все. Примерок нету, потому что ничего я не нашла интересного для себя примерить. И я надеюсь, что в следующий раз я приду в Uniqlo, и будут примерки, будет что-нибудь новенькое. А на сегодня все. Всех люблю. С вами была Дита из Канады. Пока-пока-бай.